всем привет это канал пернатикс лайв и сегодня я продолжаю тему помета у попугаев в предыдущем видео я рассказала вам ситуации когда временный жидкий помет у попугая это нормально и волноваться не стоит а сегодня остановлю ваше внимание на помете который изменяет цвет помет у попугая меняет цвет в двух случаях в первом случае изменение помета с нормально темно-зеленого или зелено-коричневого цвета в любой другой белый желтый желтой зеленый черный красный светло-серый сигнализирует о том что у птички проблемы со здоровьем и в принципе по цвету помета если внимательно его изучить можно понять что за проблема у вашей птички я не буду вам рассказывать что значит каждый помет что это за проблема в интернете очень много похожих статей где есть фотографии конкретного помета и рассказывается с чем связана такая проблема что это за заболевание и в некоторых случаях даже его как лечить но здесь хочу вас предупредить что не все так просто с некоторыми вещами я как и многие люди не согласна потому что цвет помета нам может указать только на направление в котором искать проблему только указать на орган с которым у птички проблема но никак не дает нам право ставить диагноз это все равно что жидкий помет у попугая во первых люди не понимают что есть полиурия и диарея что это разные вещи и если взять допустим именно диарею то это не всегда отравление у попугайчиков а признак многих других заболеваний как проблем с печенью с почками с нервной системой с зобом с пищеварением чего только угодно так и цвет помета дает нам определить только орган в котором проблема давайте я вам для примера расскажу допустим желтый помет или желто зеленый помет свидетельствует о том что у попугайчика проблемы с печенью но нужно понимать что нет никакого универсального способа как это вылечить потому что на многих сайтах сразу есть чуть ли не рецепт что делать таких случаях но тут важно понимать что проблемы с печенью бывают разными это могут быть как паразиты в печени как токсические вещества которые попали туда при отравлении как инфекции и другие воспаления и каждая из этих болезней лечится по-разному да по помету мы поняли что проблема с печенью но только анализы дадут вам стопроцентную результат что за заболевание у вашего попугайчика и как его лечить потому что вы будете лечить от инфекций а у птички паразиты вы будете лечить от паразитов а у птички какие-то воспаление и другие инфекции то есть нет никакого способа поставить диагноз точный по помету это неправильно это просто дает нам направление в котором искать проблему у птички это следует очень хорошо понимать потому что вот эти универсальные рецепты что делать если помет такой если помет такой они не работают вы лечите одно а у птички совершенно другое а потом не дай бог птички конечно это не помогает если у птицы одно заболевание а лечите вы другу она умирает и вы опустив голову думаете лечение не помогло так что в таких случаях только анализы могут поставить стопроцентный диагноз а цвет помета просто даст нам понять где искать проблему второй случай это изменение цвета помета в зависимости что кушает ваш пернатый цвет помета зачастую меняется в зависимости от еды птички если птичка кушает много зелени то помет становится насыщенно зеленого цвета если птичка кушает каши проростки то помет становится более коричневым если птичка кушает желтые оранжевые фрукты овощи допустим морковь то совершенно нормально если помет на некоторое время станет оранжевым или же допустим красные фрукты или овощи допустим мои птицы все птицы просто фанаты свеклы и когда я им вешаю они с аппетитом начинают ее есть в один присест наедаются и естественно у них начинает помет изменять цвет у воробья достаточно быстро появляется красный помет потому что он маленький и обмен веществ очень быстрый а если взять кареллу до попугайчика то где-то через 40 50 минут после того как она съела свеклу появляется помет такого насыщенно красного цвета этого пугаться не нужно это совершенно нормально через некоторое время помет вернется в свой нормальный цвет это были два случая в которых помет птички меняется в первом случае поможет только постановка правильного диагноза и лечение а во втором случае это происходит совершенно объяснимо нормально и делать ничего не нужно так что просто понаблюдайте как изменяется помет когда птички едят что-то очень ярко потому что человек который не знает об этом красный помет может испугать а птичка может просто покушать свеклы и чтобы вы были к такому готовы наблюдайте как изменяется помет в зависимости от того что кушает ваша птичка если же это не от продуктов а какое-то постоянное изменение помета то здесь следует конечно же только лечить потому что ничего другое вашей птички не поможет надеюсь это видео было для вас полезным всем спасибо за просмотр и увидимся уже очень скоро